Вот так, буквально за руку, стражи порядка поймали мошенника. Им оказался 35-летний сочинец. Он, представляясь сотрудником ФСБ, предлагал своим жертвам решить любой вопрос, вплоть до досрочного освобождения из мест не столь отдаленных. Правда, за определенную плату. Чисто случайно с ним познакомились, а потом, прошло месяца 4, он завелся, представляется, что он в ФСБ работает и может уладить дела. Но была маленькая, небольшая проблема, и он сказал, законным путем все, он поможет, делает. Ну и вымогал деньги. Мы думали, что действительно это дело, а оказалось, что он аферист. Как выяснило следствие, преступник никакого отношения к правоохранительным органам не имеет, а значит, деньги, которые отдали аферисту пострадавшая сумма немалая – 40 тысяч рублей – были просто выброшены на ветер. В ходе проведения совместных с сотрудниками полиции УВД по городу Сочи оперативно-розыскных мероприятий Новиков был задержан после получения очередных денежных средств в размере 20 тысяч рублей. В последующем Новиков раскаялся в содеянном и признался в совершенном преступлении в ходе следствия активных сотрудничеств. В зал суда преступник входит вместе с пострадавшими, далеко проходить не стал, дожидался приговора в дверях, несколько минут и неутешительный вердикт судьи – виновен. Суд приговорил Новику Дмитрия Александровича признать виновным в совершении преступления предусмотрен час 3 статьи 30, час 2 статьи 159 УК РФ и назнать наказание в виде штрафа разбирая 150 тысяч рублей. Суд также постановил вернуть деньги обманутым людям, а вот за решетку преступник так и не отправился. Наказание ограничилось подпиской о невыезде.